Доброго утра, мы уже собираемся на выход, сегодня вторник, если вы пропустили понедельник, то вы не пропустили понедельник, это Света пропустила понедельник, у меня был творческий выходной, я забыла сумку, давай-давай-давай, котика скидываем, тащишь с собой, короче, короче товарищи, мы едем в садик, в школу я девчонок забрасываю, у Лизы школа, ну как обычно, А у Кати консультация первая по русскому литературе, причем поставили ей на первый урок, по идее ей для поддержки нужна я, но я не успеваю, и хорошо, что я вчера сообразила, я реально не успеваю, вот сейчас надо уже в школу, а мы еще в садик не уехали, и мы реально не сможем в садик в 7.30 уезжать, поэтому придется просить бабушку, вот, у бабушки сегодня день рождения, слышишь, Катя, не забудь, да, у бабушки день рождения, не забудьте ее поздравить с себя, Катя, ты сейчас ее тоже увидишь через окошко, не хотел, не хотел, что, это у меня тоже тут, Катя, привет, расческу дать, нет, я сейчас быстренько, ну а как ты без расчески, у тебя сзади не прочесанная, нет, доставай расческу оттуда из бардачка, Катя, прочесаться, Ну, Катя, ну надо расчесывать лучше, давай, обращайся ко мне, я помогу, Мишка, ты готов? Поехали, Что у тебя синяя здесь? Где синяя у меня? С другой стороны, где? А, это прыщ, замазанный, синий? Он не синий, пока, Катю тоже отправляем, там вот я вижу уже бабушку, О, Елену Николаевну вижу, давай, Катюша, все, встретимся у бабушки, давай, все, в школу девушки ушли, ага, ты чего, каши не ела? Давай скоренько, все, пока, и мы поехали дальше, И мы поехали дальше, так, все, в садик, Капец, какой круг приходится делать, из-за того, что все раскопано, выезжаешь, тут со школы выехать нельзя налево, обычно разворачиваешься на ближайшем там, повороте, а там все раскопали, поэтому ехали мы почти до выезда на Краснодар, там разворачивались, сейчас 7.50, но мы все равно приедем в сад раньше, чем обычно, потому что обычно мы уходим в 8, а сейчас в 8 мы уже... Если я увожу Мишу, то ни в один из этих дней я не попадаю с Катей в школу, но я очень надеюсь, что она сможет сама ходить, Сегодня-то ей не по себе, это понятно, страхово идти после такого перерыва, но сегодня с ней бабушка, но я надеюсь, бабушку пустят в школу, я все инструкции бабушке дала, вообще, как бы сейчас в школу взрослых не пускают, Вот террорист в Ижевске там устроил, и что решили сделать? Решили просто взрослых не пускать. Вот, я когда приходила по поводу домообразования справку отдавать, меня не пустили, и пришлось звонить Завучу, Завуч звонила охраннику, и только тогда он меня пустил. А то сказала, говорит, пока не выйдет, не встретит, я вас типа это, через ворота не пропущу, Я говорю, ну, буду здесь ждать, что делать, вот, а бабушку главное, чтобы сейчас пустили. Художку, надеюсь, тоже, она сможет с утра сама ходить. Садики ходят, несмотря на октябрь. Давай, выходи, солнышко. Все, мы в садик приехали, наступили домишку. Есть у меня ощущение, что я камерой вожу неправильно, У нее штормится, возможно. Я тут сообразила, что я чуть не накосячила. Нам второй день надо было выбирать в школе встречаться с учительницей, и я вчера выбрала четверг, а мы с ней можем в четверг. Сейчас бабушке позвонила, сказала, чтобы она передоговорилась. Капец. Миша в садике. Вот. Ну, бабушке не поедешь на кофе. Потому что, потому что... Бабушка в школе забрала Мишкин рюкзак из садика. Никак Мишка обратно игрушки из садика не приносит. Все играет в них. Ну, хоть рюкзак отдал. Так. Сейчас еду домой. Мысненько дела поделаю. За Лиску кровать заправлю, например. Проскользнула. Увельнула, не заправила кровать. Ой. Все кровати заправлены, кроме Лискин. Поэтому надо пойти заправить. Несколько дел сделать. И уже я поеду, заберу от бабушки Катю. Поедем в поликлинику. Я ее не только к эндокринологу хочу записать. Хочу еще к окулисту сгонять. Потому что уже как бы полгода прошло. Почти год прошел. Мы в декабре ездили. Поэтому поедем-ка мы. Снова 9 месяцев уже прошло. Пусть проверят ее. Потратим день на Краснодар. Хотя, наверное, не день. Больше придется. Второй еще придется ехать. Потому что эндокринолог же явно какие-то анализы назначить. И надо будет потом к эндокринологу вернуться. За один день не успеешь, к сожалению. Главное, чтобы сейчас чужой врач, как бы чужой участковый врач, мог нас записать. Иначе нам придется тогда нашу ждать. Наша в отпуске отдыхает. Мы проворонились с Мишкой. Надо было тест пройти Олимпиаду. Мы забыли вчера. Вообще не до этого было. Надо попробовать сегодня это сделать. С Мишуткой. Ладно, поехали. Не могу. Что-то я села, залипла в комментарии. Отвечаю с юмором всем. Надо пойти дела поделать. А я, понимаешь, я на комменты отвечаю. Я вообще поражаюсь людям. Ну, не тактичности-то, да. Когда мне пишут, жена не могла мужика одеть. Ребята, блин. Вот реально кто-нибудь одевает своего мужа сам? Я одеваю только своих детей. И то самого младшего. Я даже Лизу и Катю не одеваю. Мне предложили Сашу одевать. Нельзя ходить на кухне полуголом. Ну, блин, ну вот ходит. Что поделаешь. Ой, я обалдею. Ладно, ролик про мясо. Всех интересует больше это. Больше Саша. Мало кого интересует мясо. Ой, Господи. Пишут. Нельзя полуголом на кухне ходить. Я пишу. Не переживайте. Я на кухне одетая. Интересно, если бы я была полуголая, чтобы мне написать. Юмористы. Многие к Ютубу относятся как к месту. Ну, вот как к телеку, да? Где всякие там эти постановочные программы и прочее. Вот честно, в момент, когда я снимала про светофоровское мясо, я вообще не смотрела. Одет ли он, не одет. Он всегда, когда разделывает мясо, раздевается. Что я буду каждый раз тюкать? Оденься, оденься, оденься. Не знаю, мне бы не понравилось, если бы меня тюкали. Я предпочитаю сама решать, что мне делать. Так, чайничек ставим. Я вот, например, могу не расчесаться и начать себя снимать. Не вижу в этом ничего плохого. Как некоторые пишут. Типа, перед гостями вы так же. Да, перед близкими гостями я так же. Если вспомню, могу, например, это, расчесаться. Могу не расчесанное встретить гостей. Ну, а что поделаешь? Ну, вот такая вот я. Я не всегда идеальна. Саша тоже. И самое интересное, знаете, в роликах, где он что-то делает и при этом одет, там к другому придираются. Я вообще балдею над людьми. Не кормите, говорит, свининой кошек. Я допускаю, да, что свинина кошкам, собакам вредна. Но вы мне предлагаете к шкуру свиную просто выбросить, чтобы не давать ее собаке. Ну, во-первых, я ее выброшу, она залезет и вытащит ее. Ну, или кошки вытащат. И все равно они их съедят. Это во-первых. А во-вторых, по мне, так лучше выбирать из двух зол меньше. Не кормить животных совсем. Лучше уж кормить их свининой, чем не кормить их совсем. Короче, вот мысль моя. Для вас. Короче, капец. Некоторые пишут, что за глупость кабачки в теплице сажать. Так я ж вроде в ролике сказала, что это эксперимент. Что это как бы, ну, глупо и не делайте так. Это бесполезно. Нет, все равно надо написать какую-нибудь эту бяку. Но некоторые люди прямо мне нравятся. Кто-то пишет, знаете, зачем столько кошек? Ёлки, чего вы возмущаетесь? Я же не вам их предлагаю. Это мои кошки. И это на ролике, в ролике их было шестеро из восьми. А кто-то пишет, о, у тебя типа шесть, а у меня семь. Я пишу, нифига, у меня восемь, я победила. Так, ладно. Я отвлеклась. Давайте-ка Лискину кровать заправлять. К полу вообще, к моему бедному все придираются. Да не буду я его красить, отстаньте от меня. Просто не буду. Мы, кстати, это, вчера не снимала, я вам не рассказывала. Я вам сейчас про ремонт кое-что расскажу. Мы вчера с Сашей наконец-то договорились. Сейчас я даже покажу. Вот эту стену видели? Много раз видели, она постоянно попадает в кадр. Это ободранная лошадь. Я вчера, короче, мы немножко даже вчера поссорились на эту тему. Я говорю, я уже не могу. Ну, сколько можно? Ну, давай, говорю, как-то все ускорять и делать, ну, приводить в порядок. И там обоев нету. И тут вот ободранная, давай, говорю, хоть что-нибудь сюда наклеим. Хоть какой-нибудь мак, не знаю, цветок. Просто закроем вот эту вот стену. Он говорит, ну, блин, и другие стены в этой комнате тоже бы переделать надо. Я говорю, да вообще, я только за переделать. Ну, и что-то говорили, 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 немножко поссорились. А потом я вам говорю, говорю, вот, например, есть жидкие обои. Вот слышали вы, может быть? Я уже один раз, ну, разговаривала с Сашей про жидкие обои. Я не помню почему, но он почему-то не согласился их делать. И мы сделали, кстати, тогда бумажный снежок. Не приставай на кухню. О чем я, кстати, пожалела, потому что они испортились через полгода. Вот. А жидкие обои у них есть плюс. Вот, кстати, если вдруг у кого есть жидкие обои, и кто реально уже на своем опыте попробовал, вы мне напишите всякие косяки из жидких обоев, потому что я сейчас озвучу то, что я прочитала. Может быть, это не совсем правда. Может быть, где-то, как говорится, есть какие-то подводные камни, напишите мне о них. Что, вот если, допустим, колупнул кто-то их там, испортил, то можно немножечко размочить, снять и заново, как бы, ну, кусочки подчинивать немножечко. Вот. А не так, как с бумажными обоями. У нас же дети, у нас кошки. Соответственно, это постоянно портится. Ремонт постоянно. И детьми, и кошками. 8 кошек, и трое детей. Причем все портят. И Катя портит, несмотря на то, что она уже взрослая. Она, конечно, меньше. Мишка больше. Вот. Короче, Саша согласился на мое предложение с жидкими обоями. Мы заказали на озоне. Я ему сразу сказала, говорю, давай на озоне закажем. Он говорит, нет, давай в магазин съездим. Съездили в магазин, узнали, что там минимальная цена от 1000 с лишним за килограмм. За 3-4 квадрата. Вот. А я говорю, давай на озоне. На озоне нашли за 428 базовый килограмм. И я предложила туда добавить еще блесточки. И туда можно добавлять красители. Вот сейчас ломаю голову. Взяла для нашей комнаты голубой краситель. А сейчас думаю, голубой, наверное, лучше в Мишкину комнату взять. А в нашу комнату, не знаю какой. Персиковый. Как думаете? Да, наверное, сделаем персиковый. Ну и первым делом мы сделаем вот эту стену, которая меня раздражает. Будем как бы зонами делать. Тем более, что у нас дел много. Там надо стену делать. У детей надо обои. Надо линолеум. Надо вот эту комнату, где пол-то у меня ободранный. Там тоже надо обои. Плюс этих обоев в чем? Не надо кучу штукатурки. У нас же соседняя комната. Почему обои только на одной стене? Потому что эта стена выровненная. Она мне нужна была для съемки когда-то. И я как бы настояла, чтобы Саша ее выровнял. Наклеил мне обои как фон. И он мне наклеил. И так это все и заглохло. И он не до штукатурил еще даже до конца. А с обоями с этими хорошо. Не надо выравнивать. Можно просто наклеить эти жидкие обои, чтобы просто стены выглядели прилично. Поэтому заказали первые три упаковки обоев. Деньги, которые с пылесосом не вернулись. С того, не до Жорика. Мы заказали обои. Так что будем. Но не в следующий выходной. В следующий выходной, получается, мы празднуем бабушке день рождения. А через выходной будем уже начинать делать. Я надеюсь, это все побыстрее немножко пойдет. Вообще, как бы у нас ремонт капец как затягивается надолго. Но реально, мы реально не успеваем. Периодически еще тормозить приходится из-за того, что деньги кончаются. Вообще реально не успеваем. И пока мы делаем, в другом месте уже портится. Как другие успевают, я не знаю. Я вам завидую. Еще и уставшие мы постоянно от того, что пытаемся все успеть. Может быть, надо забить просто. Ну, я как бы местами забила, но меня, допустим, вот эта стена капец как раздражает. Я вчера это Саше сказала, говорю, я не могу. Я ее снимаю на видео. Я ее на монтаже вижу. А еще меня, знаете, что раздражает? В котельной там у нас трубы на виду. И, ну, некрасиво это все выглядит. И меня почему-то они очень сильно раздражают. Я не знаю. Мне там даже трубы эти протирать сложно, потому что я прихожу, посмотрю на них, и мне становится тоскливо. Но надо уже их протирать сегодня. Вчера не стало. Мне тоскливо стало, я не стала их протирать. Но надо. Меня жует кот. Вот что делает это животное? Это животное что делает? Ты зачем меня грызешь? Я села с вами поговорить. Ему надо обязательно со мной пообщаться. Вот смотрите, как соскучился. А вы говорите, зачем столько кошек? Смотрите, какие они хорошие и благодарные животные. Я даже не жалею, что снежочка мы оставили. И не отдали никому. Смотрите, какой классный котик. Какой мы милашка. Благодарный котик, что его спасли. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Они подставляют человеку, ну, типа, это их уязвимая часть. Смотрите, как он. Как собачка. Да ты же мой хороший. Я готова ради тебя и свинину жрать, и корм сухой. Лишь бы с тобой рядом быть. А ещё я мышек ловлю и мышек тоже кушаю. Мышки тоже бывают жирные. Но я кушаю самое вкусненькое. Кстати, по поводу кормления кошек свининой и прочее. Я допускаю, что люди сделали какие-то исследования, доказали, что там то нельзя, другое нельзя. Но, во-первых, я, как уже и говорила, не кушать совсем. Им гораздо вреднее, чем кушать свинину. А, во-вторых, ну, блин, ну, животное же должно само знать, что ему надо, а что ему не надо. Ведь есть же что-то они не едят. Например, у меня рыбу, например, хотя многие, да, говорят, что кошек там, рыбы можно кормить мелко. А кто-то говорит, что нельзя, наоборот. Ну, вот у меня рыбу, например, кошки почти не едят. Наверное, только пара кошек из всех будет есть рыбу. Блин, чай закончился. У нас будет сейчас ещё и чай купить. Ну, когда в поликлинику пойдём с Катей, купим чай. Как не вовремя и как быстро у нас кончается чай. Так, сегодня вторник. Пятницу, я надеюсь, уже зарплату дадут. А в воскресенье Лиза едет на соревнования. Причём мы решили её отправить аж на 4 категории. Это достаточно большая сумма, но решили потратить на неё, потому что мы, например, на соревнования, там, в Волгоград, в общем, в другие регионы, мы её отправить не можем. Можем отправлять только в наш, по нашему краю. И пусть она хотя бы по нашему краю оторвётся, посоревнуется. Вот, поэтому решили её побаловать 4 категориями вместе с Сашей. Я-то ей 3 категории сначала записала, а с Сашей вместе приняли решение отправить на 4. Так что будем надеяться, что в воскресенье Лизаветка съездит и привезёт нам медали. Я с ней не поеду, снимать, к сожалению, не смогу. Но если я поеду, то это дороже нам обойдётся, у нас просто не на что ехать. А так мы по 500 рублей скидываемся там. И их везут на 4 машинах. То есть полные машины набивают, и тому, кто едет, выгодно, с ними скидываются. И нам выгодно. Мы как бы не платим 2000 за дорогу. Потому что ехать надо в Динскую. Далеко. Слушайте, я начала уже так хорошо с камеры выгодить. Чем больше пишут комментариев, ну правда, не хейтерские на меня хорошо влияют, на меня хорошо влияют хорошие комментарии, добрые, поэтому пишите больше. Но чем больше я отвечаю на комментарии, тем мне комфортнее общаться с камерой. Так, знаете, что я сейчас сделаю? Я, наверное, сейчас... Сколько времени? Сколько времени? Сколько времени? Я сейчас сковородки поочищаю, ролики сниму, и попробую очистить жёлтые эти. Помните, да, о чём я говорила? Пожелтевший пластик. А вот получится. Если получится на ролике, то я потом буду ещё все решётки очищать, а у меня их дофига. Ещё у Кати. У Кати они не снимаются, их придётся прямо там чистить. Но надеюсь, что всё получится. Только надо у кого-нибудь из девчонок угнать ватные диски. У меня кончились, у меня осталось два ватных диска. Надо покупать новые. Я забыла заехать в магнит. А вот чего же вы мне не напомнили? Туалетная бумага дома кончилась. Ладно, главное не забыть, когда поедут за Катей. Главное вот чай и туалетная бумага. Это самое главное, что надо купить сейчас. Просто я и окна, например, мою тоже с использованием туалетной бумаги. Я просто посмотрела на окно и вспомнила, что я не могу его помыть. А оно заляпанное уже сильно. Поэтому надо купить либо салфетку, либо туалетную бумагу обязательно. Я занимаюсь в ожидании, пока закончатся занятия у Кати и надо будет идти в поликлинику. Я занимаюсь уборкой. В данный момент очищаю с разными средствами сковородочки, кастрюлечки, заодно снимаю уродок и заодно тестирую средства. Нашла уже хорошее средство. Оно, возможно, конечно, до конца не очистит, но оно вполне себе неплохое. Ещё проверила лайфхак про решётки, ну, про пластик от потемнения, от пожелтения очищать. Не сработал у меня лайфхак. Обидно так вообще. Знаете, что я сделаю, пока у меня там отмачивается? Я сейчас перекушу. Я вчера, кроме пиццы, я вчера пиццы наготовила много своим, приготовила ещё желудки для Саши с картошкой. Он любит. Ну, и для детей, конечно, но они обычно не едят желудки. Обычно ест Саша, поэтому говорю, для Саши. А для себя приготовила печёнку. Миша иногда со мной ест. Печёнка с луком, тушёная в сметанке. Кто любит, отписывайтесь в комментариях. Обожаю. Кстати, желудки я тоже делаю очень вкусно. Если хотите, то в следующий раз, когда буду готовить, поделюсь рецептом. Наверное, и поделюсь в шортсах. То вдруг кто-нибудь так не делает и у него так не получается. Саша желудки любит, он сам себе их тоже умеет готовить. Но он сказал, что у меня получается прямо вкусно. Вот у меня порция. Даже греть не буду. Печёнку можно есть холодной. И чаёчек я себе сделала. Сейчас покушаю. Ещё поработаю. Поубираюсь. И, наверное, уже надо будет идти за Катей в поликлинику. Не люблю ходить в поликлинику. Капец, как не люблю ходить в поликлинику. Наверное, никто не любит. Вредину лайф смотрю. Давно не смотрела. Сейчас буду кушать, смотреть вредину лайф. Я запшикала очередную сковородку. Ой, точнее, кастрюльку. Средство, кстати, неплохое нашла. Мне прям понравилось. Не хуже азелита действует. По цене, кстати, дешевле. Всебольшую упаковку брать. Ну, не намного дешевле. Если вот брать, как я в Победе покупаю, то в Победе, получается, азелит дешевле. Но так, чтобы чередовать, чтобы пойдёт. В шортах у меня увидите. Я обязательно опубликую. А я к цыплятам иду. Надо проверить. И больших накормить. И маленьких проверить. Вдруг у них уже еда кончилась. Так, где мои курёшечки? Ох, как у вас жарко. Опять проветривать буду. Вон они. Вот он, петушок. Вот этот самый смелый прям. А какие рябы красавицы. Точнее, это красавица-то, по-моему, петух. Или нет? Я уже запуталась. Нет, это курица. Ну, давайте, подходите ко мне. Вот та белая классная. Только это петушок, по-моему. Похоже на белянку, которую я Свете отдала. Ну, у меня там есть ещё две белых курточки. Так что белые курточки у Светы опять будут. Чё, оголодал? А? Петя? Вот это прямо Петя. Классический такой. Петя. Взял, насрал мне прямо на камеру. Ну, ладно. Что естественно, то не безобразно. Они уже перцы начали потихонечку объедать растения. Ну, что, давайте кормить вас, ку-ку-конюшки. Малыш, не тоже всё позакончилось. Вон, видите, как активно клюют. Прям вообще активненько. Вот этот петушок вообще большой, хороший такой петушок. Беленький цыплёнок, беленький. Три беленьких, один рябой, рыжий. И четыре кукушёнка у меня. В этот раз белых цыплят прям много получилось. Малыши тоже вон кушает во всю. Лопают корм. Всё больше и больше лопают. Проглотики вы мои. Ладно, кушайте. Вкусно кушайте. Мне вот надо к вам пробраться. Вы сейчас испугаетесь и убежите, да? Конечно. А мне надо мешок заснуть. Вдруг дошли пойдёт, чтобы не намок корм. Ну, всё, уже на завтра хватит корма. А-а-а, завтра надо купить. А зарплаты ещё нету. А у меня завтра среда. Я вам только вечером куклю. Понимаете, да? Кушайте, мои хорошие. Не бойтесь. Я вас обижать не буду. Рыжий петушок тоже красивый, смотрите какой. Красавчики. Курочка-галашейка. Он с красными этими щёчками. Симпатичная. Петухи более смелые создания. Белый петух. Лебой петух. Вот этих вот двоих точно жалко кушать. Этих двоих петухов я хочу продать. Прям хорошие получились. Да и в принципе они у меня все хорошие. Красивые. А какие эти. А нет, вот этот вот самец, вот он. Прям крупненький. Вот он, видите? Кукушанок. А вот там чёрная, это курочка. Симпатичная. Красивые-то какие. Вот этот вот крупный будет. Жалко его на племя оставить нельзя. Потому что он родственник к курам. Снежак. Чего это все говорят? Что много кошек вредно. Может и вредно. Зато люди с кошками добрее. Да? И чем больше кошек, тем больше доброты. Но днём кошки должны знаешь, что делать? Гулять. Прошу. На выход. Кс-кс. На выход. Он, кстати, на кс-кс не реагирует вообще. Я люблю, когда кошки гуляют днём. Вот, давай, Блокер, всё, иди погуляй. Снежок, давай. Всё. Уже троих выгнала, Милка. Жить станет легче, да? Надо утюг убрать. Лизавета опять блузки гладила. И опять не уплакать буду. Хана моей любимой кружки. Всё. Прощай, кружечка. Я сегодня занимаюсь сковородками. Вообще, сковородки, кастрюльки сегодня все отмываю. А ещё котельную столь я там буду отмывать сегодня. До блеска. Такой у меня уборочный план на сегодня. И ролики попутно про это, про всё буду снимать. Катя с бабушкой уже пошли обратно к бабушке. Уже всё. Отзанимались. А, ещё мне окна. Окна я хочу помыть. Причём все. Хватит меня на это или нет? Мне может не хватить средства для окон. Ну, как минимум половину я должна сегодня вымыть окон. Обязательно надо купить туалетную бумагу. Я мою окна туалетной бумагой. Вот так вот. Извините, что вода течёт. Просто я тут работаю по хозяйству. И попутно включаюсь с вами, разговариваю. Запшикаю средством, подожду, потом включаюсь к вам. Запшикаю, подожду, опять включаюсь к вам. Приготовила колбаску. Будем сегодня поздравлять маму колбаской. Она согласна. Две колбаски подарю вам на день рождения. И ещё колбаску угостим Надежде Фёдоровну. Всё, и больше не будем колбаску раздавать. А то у нас уже половины колбасы нет. Слопали на пиццах. На самом деле на пиццах. Ещё дети бутербродами едят. А светофор закрылся. Всё, мяса по 160 больше не будет. Так что будем теперь по 200 брать. Уже сильно не разбежишься на колбасу. Целыми четвертинами хапать. Прикончила я. Классное средство. Очистила вот эти вот кастрюльки. Это всё на что хватило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кастрюль. И свою знаменитую сковородку-то, которая 20-летняя. Про которую я ролик снимала. Он 500 тысяч набрал. Которую проще выбросить. Её, кстати, тоже это средство немножечко взяло. Осталось ещё у меня третье средство. Сейчас съезжу в поликлинику с дитём. Вернусь, буду третье испытывать. Надеюсь, оно будет хорошее. Первое меня подвело. Оно ничего не отмывает. Оно как антижир из светофора. Хотя стоит, между прочим, никак антижир из светофора. Могло бы хоть что-то отмыть. Так, что мне нужно с собой? А ничего мне не нужно. Мне нужно просто качу записать к врачам. Хоть бы получилось. Почему я, когда иду в поликлинику, нервничаю? Почему мне как-то беспокойно всегда? Почему так? Я не знаю.